В Ухте продолжается благоустройство приюта для бездомных собак «Добрый город». Работы идут на средства программы «Народный бюджет». Помог финансово и Минцельхоз Коми. Ухтинский приют претендует на звание первого официального в республике. На какой стадии работы сегодня, расскажет Виктория Науменко. Наличие веткабинета, кухни, воды, электричества, отопления – это далеко не полный список требований законодательства к приюту для содержания бездомных животных. Ухтинский «Добрый город» сегодня больше всех в республике им соответствует. «Добрый город» – тот приют, который у нас максимально открыто и максимально качественно выполняет работу на территории данного муниципалитета. В принципе, как пример, может быть и в всей республике. Отдельный веткабинет в приюте появился еще два года назад. Сейчас на очереди кухня. Прежняя сгорела год назад из-за неисправного газового баллона. Теперь ее функцию будет выполнять это просторное светлое помещение на первом этаже здания. Сейчас тут идут ремонтные работы. Проводим ремонт первого этажа здания административного, сейчас ведутся активные работы на кухне. В дальнейшем еще планируется ветеринарный кабинет подремонтировать, помещение отдыха и изолятор. Все, что необходимо именно для того, чтобы приют соответствовал нормам именно приюта, чтобы получить этот статус. Еще одно требование закона – в приюте должны быть и помещения для обслуживающего персонала. Они в «Добром городе» тоже будут. Сейчас здесь официально трудоустроено пять человек. И рабочие условия для них важно соблюсти. Я пришла сюда три месяца назад. Вообще условия неплохие. В принципе, нас все устраивает. Но очень бы хотелось бы туалет, душ. Все как у людей, так сказать. Потому что условия такие, как у нас сейчас, для особой гигиены работника не подойдут. Важнейшее событие этого лета в приюте – новые вольеры. Их строят на средства народного бюджета. С инициативой выступил местный предприниматель еще в прошлом году. Проект прошел отбор, и вот долгожданная реализация. Поголовье собак в приюте очень сильно возросло. И стал острый вопрос о размещении содержания собак согласно федеральному закону 498-му. Если мне память не изменяет. Ну, там строгие требования к приютам. Поэтому вышел на конкурс «Народный бюджет» для строительства 20 вольеров. Один вольер исключает из городской среды три собаки. Этим летом мы осваиваем средства, выделенные нам по программе «Народный бюджет» и от Министерства сельского хозяйства, то, что мы в декабре получили. Вот слева от меня строятся вольеры, как вы видите. Это по народному бюджету. Срок окончания строительства – октябрь этого года. Вроде в сроки мы укладываемся, все хорошо. Материалы есть, недостает только рабочих рук. Поэтому желающим безвозмездно помочь в приюте будут рады. Сейчас здесь обитает более 350 особей, и новых собак принимать, увы, не готовы. Новые вольеры предназначены для уже отловленных. По окончании работ Добрый город планирует вновь выходить на аукционы по отлову безнадзорных животных в Ухте. Сейчас эту работу временно выполняет подрядчик из соседнего Сосногорска. Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрген. Ухта.